Всем привет, на связи группа Племя. Здравствуйте, Саша со всеми поздоровается. Привет. С нами? Нет. Добрый вечер. Ты скажи, у тебя голос такой, не мультяшный. Вечер в хату. Дня доброго. Доброго времени суток. С вами группа Племя. Точно. Привет, друзья. Стоп. Первый вопрос. Почему не заключили контракт с Apple Soundage? Почему не заключили? Мы контракт и первый альбом выходил на нем и второй. И выйдет, скорее всего, треть. Так что... Почему здесь всего лишь два клипа? Ну, два клипа. Потому что клипы очень дорого снимать. Мы не сильно богаты, как бы живем по средствам. Чтобы что-то хорошее снять, надо большую сумму, к сожалению, пока не удается собрать. Как формировалась группа? Хотелось бы узнать немного информации о участниках группы, так как информации в интернете очень мало. Так, интересует про первый состав или уже про второй? Коротко можно пробежаться. Давай я про все расскажу составы, в общем-то. Сначала появилась идея, собственно, что это будет такая вот большая группа с кучей различных инструментов, что она будет в себя совмещать и электронщину, и этнику, и металл. Как бы я тогда играть вообще не умел, ни на чём толку. Я научился играть на джамбе, и, в общем-то, тогда, как это, каких-то сообществ было крайне мало, и я вот ВКонтакте просто дал объявление, что вот есть такое, давайте соберем сейчас группу. Мы ее собрали. Потихонечку подтянулись люди, я там, конечно, ну, нарезали фотографии, показал, что это все будет с масками, что это будет все-таки живое выступление такое, больше как бы даже где-то театральное такое, вот будет не просто там вот металл в майках Ария. Я ничего против Арии не имею, но вы помните. Вот. Первый раз вот собрались, мы еще тогда первый год, получается, толком только приигрывались друг к другу, мы еще толком сами не знали, как это будет звучать. Фактически весь первый материал, который мы сделали тогда, он у нас ушел в историю. Вот. По поводу масок, ну, вот тогда в первый год я фактически все эти маски сделал, ну, кроме своей, моя была раньше сделана. И вот в таком вот составе мы выступали фактически вот до двадцатого года, получается, а потом, ну, как бы, в связи со всеми последними событиями... Потом случился ковид. Да, началось с ковида, да, вот это вот все. Нас покинули фактически все участники, остались только я и Саша. Вот. Все. На этом мы... Да, я думаю, старых участников раскрывать смысла нет, потому что они уже в группе не участвуют, поэтому... Ну, да, да. Мы с ними... Можем раскрыть новых. Вот наши новые участники, они сидят у нас посередине. Антон барабанщик и Миша бас-гитара. Максим. Миша Максим. Миша Максим, да. Участники... Хорошие. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, конфликты, конечно, были на грани распада группы. То есть, первый... Возьмем старый состав. Первый нас покинул клавишник, потом флейтист, потом гитарист, потом бас-гитарист и барабальщицы. Возьмем, пожалуйста. Откуда такие задумки образов? Ну, это... У СОВСКИЛТОН, конечно, есть какой-то. Откуда такие задумки образов? Это как раз-таки очень интересная штука. Как бы... Все эти образы должны у вас вызывать некоторые ассоциации. Как будто вы это всё где-то видели. Хотя, по сути дела, это... Оно похоже, но оно не является копиркой из каких-то... Медийных, из старых фильмов, из фантастики, из игр. Да, как бы, некоторые отсылочки есть, но это только маленькие отсылочки. Это, в основном, всё сделано как бы с нуля. История, она слишком длинная. И, в принципе, я в конечном итоге... У меня же есть, как бы, страница на After Today. Там лежит краткая история вообще, что это такое, что за группа племян, кто вот эти вот все создания, почему они из разных миров, там... Что они вместе делают, для чего это всё. Это там расписано. Я в дальнейшем прикреплю... Я это просто... Я это раньше делал, но, наверное, уже ссылка уплыла. Я в дальнейшем опять прикреплю ссылку на After Today. Там, собственно, именно есть... Ну, произведение такое, короткое, из рассказов. Называется «Легенды группы племян». И там, в общем-то, всё расписано. Так, с кем хотели бы записаться в местный тренд? Ну... Много с кем. Много с кем, да. То есть мы как раз сейчас активно работаем над этим. И... Ну... Уже, как бы, кое с кем договорились, пока не будем афишировать с кем конкретно. Пускай это будет сюрпризом. Ну... Ну, как кому писали, не все отвечают. Кто-то отвечает, кто-то не отвечает. Кто-то, как бы, думает ещё. То есть, ну... Возможно, будет несколько вариантов. Пока точно не могу сказать. Ну, один уже есть. Подожди, ну ладно. Следите за новостями. Будет релиз. Теперь перейдём к следующему вопросу. Как часто выступаете и где? Когда будет следующий концерт? Выступаем мы... Ну, вот 20-го по этот год мы вообще почти не выступали. Потому что были определённые сложности с этим проблемой. Не будем афишировать какие конкретно, но... Зато бы просто концертов особо... Концертов не было. И смена состава была. И репетировали. Материал новый делали. Материал новый делали. У нас... Теперь мы выступаем полностью в новый материал. Где ближайший концерт? Возможно, возможно, будет в пятницу. Ещё точно пока не знаю. 22-го числа. Возможно, в пятницу 22-го сентября. 23-го года. Да. Этого года, да. То есть уже прям вот скоро. Мы это обязательно анонсируем, как только узнаем точно. И скорее всего будет 4-го ноября. Это будет тловым. Ну да, по традиции. Как каждый участник группы мог бы себя характеризовать в двух-трёх словах. А начнём с Вадима. Так, кто этот свои маски дал? Герой сильный, умный. Герой сильный, умный. Три следующие. Миша, Максим. Сказать. Человек искусства. Пьяница. Двулики. Пьяница не надо. Это потому, что мы все это как бы. Это суперсила доступна всем нам. Настоящий, определенный, адаптируемый. Мизантроп, филантроп, разве звезда. Планируются ли гастроли? Гастроли, конечно, планируются. Но конкретики пока нет никакой. Пишем, постоянно пытаемся куда-то что-то найти, где-то что-то с кем-то договориться. Как только будет какая-то конкретика, мы будем об этом всем объявлять. Как бы сейчас активно заработали опять наши соцсети, так что следите и все будет. Планируются ли концерты в Гродно? Концерт в Гродно, да. Где планируется? Мы сыграть не против. В любом городе нам как бы завтра приехать, сыграть. Мы только с удовольствием. Если есть какие-то организаторы, если у вас есть какие-то рок-клубы, пожалуйста, мы открыты для предложений. Да, просто связывайтесь с нами, с организаторами. Приглашайте, мы приезжаем. Все, без проблем. Пишите в соцсети, отвечаем быстро. Третий альбом предположительно будет в этом году или на следующий? Будем стараться в этом. Будем стараться в этом. Возможно где-нибудь там ноябрь-декабрь. Все идет к тому, что в этом. Скажем так, что повторимся, у нас это уже отражено в соцсетях, он записан и сейчас происходит мастер. Он уже делается, есть какие-то нюансы, которые нужно что-то где-то минимально переписать, что-то переделать. Обычные стандартные рабочие вопросы. Надеюсь, что мы все быстро это разрулим и успеем до Нового года все это релизировать. Кто пишет музыку, а кто тексты? Вадим пишет у нас тексты. Большую часть. Я там пару написал немножко. Помогаю Вадиму. Ну, музыку я пишу. Всю новую, можно сказать. Начинается от меня, а дальше уже с ребятами потом нарабатываем. Ругаемся от барабанов. Ругаемся, да. Бьемся со слезами, со стельками, мечами. Что со старыми масками? Вы их продаете? Нет. По легенде, если носитель умирает, маска находит следующего хозяина. Вот они сейчас в поиске. Ну, моя, допустим, маска у меня уже какая? Третья уже получается. Ксюш, что вы хотите? Пока временно у барабанщика. Да, мне по наследству. Выбрала другого хозяина. Да, выбрала другого. Мне он больше понравился и пока все так. Не знаю, ты думал продавать когда-нибудь? Не, ну я сам одну из первых, помню, продал, но она у нас как бы на участницу, которая у нас была крайне недолго. Вот и все. Ну, может быть, может какой-то лот сделаем потом. Может разыграем. Ну, посмотрим. У тебя же чертежи твои остались, так вообще можно их там печатать и продавать. Покупаете только, понимаете? Саша их раскрасит даже руками. Можем сделать так, ну, объявить какую-то, назовем так, не рекламу, а как это. Вообще можете предложить какую-то сумму за какую-то маску. Ну, и если там мы сойдемся... Звезды сойдутся. Ну, смотрите, это по большей части только скорее всего идет о современных этих. Потому что те, которые делаю я, я их даже, скажем так, они настолько уникальные, что я их даже если захочу, я их не повторю уже. Вот. Ну да. Потому что это не те, что делал я, они не напечатаны на принтере и от них уже, возможно, даже и чертежи были уже утрачены за древностью лет. Моя маска была просто сделана в 2009 году. Вы же понимаете, что от нее уже там каких-то концов там не осталось. Там она переделывалась, моя маска, 11 раз. И там... Чтобы ее повторить, я уже не знаю, это надо очень сильно заморочиться. Распирать, перемеривать, перерисовывать чертежи, по-моему. Ну что, следующий вопрос. Донируются ли еще тематические треки на разные вселенные, таких как «Мертвый дождь», «Волны», «Веер миров» и так далее. Будут ли вновь использовать когда-либо фолковые инструменты на концертах и в любомной записи? Про миры. Да, конечно, по сути, довольно много этих композиций. Ну, они у нас, по сути, постоянно используются. Ну, конечно, конечно. В любом треке можно что-то найти, какую-то отсылку там. У нас, допустим, был трек, например, «Тихие холмы» — это отсылка к Silent Hill. Этот самый, «Веер миров» к плэнскейпу. «Волны» — это вообще, по сути, одна история из кодекса про орков, как один варбосс полетел в око ужаса завоевывать адские миры, скажем так. Еще был трек на Silent Shooter. Да, Alien Shooter, да, вот есть. Ну, то есть периодически что-то там где-то... Так это вообще там даже есть клип, сделанный из роликов игры Dead Space. Так что у нас... По музыке будет ли использоваться? Возможно, будут. Ну, то есть, по факту сейчас нет флейтиста, и мы там пробовали три человека, и ни один... Ну, то есть кто-то не захотел, кто-то не вывез технически, кто-то пропал и уехал куда-то. Ну, наверное, давай я тут разовью идею, что просто тут наш флейтист играл довольно там нестандартным образом. И, скажем так, что когда мы это предлагали другим флейтистам, дудочникам, они это в большинстве своем даже не могли и повторить. Поэтому флейтиста мы не нашли и искать уже не будем. Ну, мы решили, что будем двигаться дальше без флейты. Поэтому... Ну, какие-то, возможно, технические будут инструменты, вставки, но, скорее всего, уже сыгранные там, ну, своими руками, и на концертах они будут звучать только если в плейбеке. Ну, грубо говоря, так. Постараемся что-нибудь более современное попытаться сделать в этом плане. Ну, возможно, какие-то вставки будут, конечно. Ну, это... Сейчас третий альбом там, он больше концептуальный такой, и он больше там электронный. То есть там больше этника замещена электроникой и всякой. Ну, да, это как бы по изначальной задумке я, когда это все придумывал, хотел, чтобы у нас была и металл, и этника, и электроника. Вот у нас первая часть, получается, была металл и этника, а сейчас у нас металл и электроника. Может, когда-нибудь в дальнейшем будет все вместе. Так, ну, у меня больше вопросов нет. Что мы обещали, коротко рассказать про альбом. Альбом будет где-то до десяти треков там, ну, от восьми до десяти примерно. В таком духе, как последние два сингла, которые выходили, вы их уже слышали. Весь альбом будет примерно в таком же ключе. И мелодично, и мясно, можно сказать. И кочево. И кочево, да. Приходите на концерты, пишите нам, проявляйте активность. Чем больше вы проявляете активность, тем больше это нас мотивирует двигаться, что-то делать дальше. То есть, чем вы активнее, грубо говоря, тем и мы более активно становимся. Надеюсь, что все будет хорошо и у вас, и у нас. Ну, как-то так. Ну что, господа. До свидания. С вами была Группа Племя. И пусть все порталы вас выводят только в правильный мир. Чёрный краз. Чёрный краз. Занавес. Занавес там. Зитры. Анны короля. Ну всё, потом я же говорю, всё, что не вошло, в конце там будет оттянется. Ромотенец.